приветствую вас друзья с новым годом в основном счастья новое еще поздравление да вот другу полилову показывал сейчас профессору который одновременно технарь одновременно стихи пишет картину вдруг увидел в суши какая интересная у тебя картина ну конечно интересно я говорю краски кончились тогда 1 красная краска осталась я одной красной краской потом добавил здесь немножко цветочек а он говорит суши не говори никому что это краски у тебя кончились потому что в этот такая картина интересная получилась на то подумать что из-за красок имеет не за красок суши я тоже самое хочу сказать по двум случаям которые вам хочу провести как пример совершенно два разных примера окраска как бы одна вы смотрите какая ситуация значит первый парень был с ковидом недавно обратился ко мне буквально я сделал ему такой под подарок я помог ему узнать что такое ключевое дыхание одну минуту он сделал подумал сделал волну и вышел на состояние такой безмятежности и вдруг говорит суши хочу и себе так накрутил только кашлять начал немножко уже решил что у меня ковид может у кого-то и ковид но у меня то я горчусь чувствую что не ковид я просто себе накрутил да ну как говорится пыль засела туман исчез и небо прояснилось а второй случай интересный да вот второй случай интересный с паркинсоном парень да он вообще-то реально болеет паркинсоном но при этом он пытается спасаться цигун он делает ну спасаться я условно говорю он делает упражнение цигун да но у него как-то не очень там получается и вот я ему опять же показал вот это вот ключевое дыхание потом я показал ему волну ключевое дыхание он минуту всего делал тот с ковидом был а этот с паркинсоном его бы сделали ключевое дыхание да потом волну отпустил себя переживая как переживается и так далее и так далее да и вдруг он попробовал давай я говорю попробую левитационное движение он не знал об этом что это такое попробовать и левитационные диаматурное движение подбирали мы с ним подбирали сидя подбирали потом 100 и наконец он нашел и пошло и пошло и у него возникло такое состояние раскрепощение он высушит такое хорошее состояние я говорю вот теперь делаю упражнение цигун и он начал делать упражнение совершенно по-другому он говорит понял надо эти упражнения делать в этом состоянии свободности раскрепощенности ну конечно он делал механические ну вот представляете какие два разных случая до совершенно разных в обеих случаях зажатость в обеих случаях напряжение лишнее не позволили осознать понять объективное состояние дел оказывается в первом случае человек себе просто накручивал потому что это модно сейчас к вид к вид это висит в воздухе это висит в воздухе страх заболеть к вида и вот оказывается что мы когда с ним разговаривали потом в интернете он как я понял что я два года из-за того что я постоянно нахожусь как бы под опекой мамы у которой такой характер который постоянно ты не так ходишь ты не так сидишь ты не так встаешь ты не так работаешь но постоянно меня опекает и постоянно своими замечаниями у меня где такое напряжение и вот теперь говорят когда вот это случилось вдруг я начал кашлять я поэтому подумал что у меня к вид да ну пойду говорит проверишь на всякий случай но сейчас чувствую никаких признаков нет впервые говорит за два года вдруг почувствовал себя человеком каким давно себя не чувствовал да и все это мы сделали за минуту ключевого дыхания и за 15 минут еще вот этой волны да я ему дал домашнее задание я говорю делай так время от времени сколько тебе нравится потому что там то не надо никаких напряжений делать его цигуне там не надо никаких напряжений делать надо просто выходить на это состояние оно то и называется ци это энергия вот оно то и называется по китайский так да это когда мы снимаем напряжение выходим на свое собственное состояние это включается внутренняя гармония так такая легкость парить хочется поэтому туда можно и войти сняв зажимы нервномышечные сделать себе точные самомассажи можно проверить себе шею как я показывал прошлых роликах размассировать сделать вот это вот это левитационное упражнение и выйти из стресса потому что стресс это неуправляемый транс надо выйти из транса в этим нормальное состояние когда вы можете нормально соображать и вдруг узнать что у вас совсем не так плохие дела друзья да и найти себе новые силы и цигун правильно лучше делать как нужно как естественнее они механические искусственные как вам там показывают иногда да и многие вопросы решаются легче да друзья до встречи до встречи до связи